Это божественно! Божественные оружия, божественная армия и божественная лута! И без интересной истории и без единственного, уникального и меморабельного персонажа нет никакого смысла! Для меня он... Для меня он... ТВАРЬ ПОЗОРНОЯ! Вот так! Привет, мои хорошенькие! Мои вы адекватненькие и очень даже разумающие подписчики! Оооо... Как я по вам соскучился! Так бы всех и перецеловал! На дворе идёт 2021 год! А самая первая часть краткой про Готику вышла аж в 2018 году! Это было очень давно! И именно сей факт вызывает у меня желание ггыкнуть! Ведь сегодня мы с вами прыгнем кирпичом в замечательное ищее произведение под названием Reason 1! Или Ryzen! Или Рязань. Но перед этим, конечно, хотелось бы сдуть пыль с некоторых воспоминаний о том, что случилось в прошлом. После того, как пираньи доделали третью готику, они упали попой в лужу и засосали её внутрь. Ведь их издатель Джуд отобрал у них все права на оригинальную серию, показал им кукиш и отправил делать продолжение каких-то кришнаитов. Пираньям же ничего не осталось, как сделать кислую мену и думать, что делать дальше. Ведь ничего, кроме готики, они никогда не делали и делать не умели. Да, честно говоря, они так и не научились. И тогда кому-то пришла идея, а давайте всё так же делать готику. Но под другим названием. Все дружно похлопали такой идеей, снова позвали на саундтрек Кайра Зенкранца, хряпнули по жилобу Ловен Брауна по акции и пошли делать первую Рязань. Сама же игра вышла аж в 2009 году и, честно говоря, ситуация в чём-то была схожа с выходом третьей готики. Нет, игра не была забагована или сломана, нет. Ситуация была похожа в том, что все дикари на территории СНГ и ландштрайхеры с Европы восприняли игру относительно нормально. А вот взращенные на беседковом комбихорме нареканские реднеки игру не поняли. И либо засрали в силу своего тугодумия, либо проигнорировали. Но перед этим ловите прикол. Сейчас я должен поведать вам про замечательнейшую клавиатуру и мышь от Logitech, а точнее про G502 Hero и G512. Я их уже активно продвигал в одном из роликов, но давайте дружно сделаем вид, что этого не было, и вы слышите о данных девайсах впервые. Начнём, пожалуй, с механической клавиатуры, которую я в прошлый раз хвалил за классное звучание клавиш и восхитительные материалы, из которых сделан агрегат. Алюминий авиационного класса. Эта клава настолько крепкая, что вы её буквально можете забить, тиммейт, и потом спокойно продолжить играть. При этом она украшена, лакшери RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с другими устройствами этой же марки. Следом начинаю свой сказ про восхитительнейшую мышь Logitech 502 Hero, кое-не менее прекрасно. Про удобство, крепкий шнур и подсветку, думаю, говорить не надо. Я лучше снова напомню вам, что у неё в комплекте есть грузики, которыми можно сбалансировать мышь под нужды абсолютно любого челика. А, ну ещё за месяцы пользования я для себя заметил, что хоть на мышке есть и множество кнопок, они все расположены весьма удобно и при этом не путаются под пальцами даже в самые активные моментики. Ну и не стоит забывать про два года гарантии от производителя. Знаменитая служба поддержки Logitech всегда пойдёт навстречу, поможет сменными деталями или бесплатно заменит устройство. Logitech! Переходи по ссылке в описании под роликом и затаривай качественный став прямо сейчас. Рязань запускается и сказ наш начинается, а начинается он с кое-какого уточнения. Многие перед, да и после прохождения игры задавались весьма важным вопросом. А является ли данная серия игр частью вселенной Готики? На самом деле я сейчас вам на этот вопрос ответить не могу, потому что надо бы углубиться в суть вопроса по самые ягодки. Пока что я вам советую вспомнить, что в нейтральной концовке третьей Готики безымянным вместе с Ксартосом взяли да изгнали богов из мира, оставив судьбу человечества в руках самих людей, а сами два негодяя взяли да свалили в иные миры. Давай покинем этот мир навсегда. Ну тогда вперёд! Теперь же смотрите на вот это. На протяжении всей истории человечества этим миром правили боги, а люди были их рабами. Всё в этом мире когда-нибудь меняется. Война. Война никогда не меняется. Власть перешла к человеку. И человек изгнал богов из этого мира. Но нечто другое приобрело свободу. Восстало нечто, что существовало ещё до человека. Казалось бы, при чём здесь эти два самарских афериста? Фрута няня, помощь маме. И папе. Сама же игра не особо делится каким-либо лором данного мира. А сам сказ начинается с того, что наш главный герой оказывается на корабле. Каком корабле, не ясно. Сам корабль попал в шторм, и во время этого шторма происходит самый разгар битвы между фокусником и чудовищем. Кто эти двое? Загадка футбольного мячика. Впрочем, это не важно. Ведь чародей исчезает, а корабль с нашим героем тонет. Но сам герой внезапно выживает. И вот мы начинаем игру за некого оборванца, которому очень не повезло по жизни. Да. Никогда такого не было. И вот опять. Пираньи опять в руку нам вручили очередного косипошу. Только в этот раз они отобрали у героя всё. Нормальную одежду, ботинки, волосы. И у него всё так же нет имени. Он просто безымянный. А в следующей нашей игре мы отберём у нашего героя гениталии. Было бы логично его тоже назвать косипошей. Но косипошей не простым, а тропическим. Хотя лично я буду называть его Богданчиком. Ибо он реально выглядит как типичный Богданчик. Не в обиду Богданам. Ну да ладно. Предлагаю всё же без иронии и сарказма рассмотреть, что мы тут имеем. А не имеем мы ровным счётом ничего. Про этот мир нам ничего не известно. Где мы находимся тоже, а наш герой – капитан Очевидность. Утонул. Мёртв. Невозмутимость подольского кирпича. Золота в пару гривен. Наш герой находит девушку, не откинувшую копыта. Диалог разумистов начинается. Эй, ты в порядке? Ты в порядке? Да-да. Но кажется, что я выпила половину океана. Ты помнишь, что случилось? Только того странного человека из Инквизиции. А потом шторм. Он вёл корабль прямо на него. А потом пропал. Пропал. Видимо, корабль пошёл ко дну, а нас выкинуло на берег. Похоже, что тем бедолагам повезло меньше, чем нам. Данная бабища именуется Сарой, но по сути она является мудрым человеком, который обучит нас азам жизни. Прямо как Диего, но с той лишь разницей, что Диего с его жалкими рассказами про колонию в ужасе прячется под шконку. Ведь он всего лишь рассказывал нам заположняк в колонии. А вот Сара вместо этого берёт и обучает нас выживанию в экстремальных условиях. А на войне мы с подружками обглодали нашу командиршу. Под её пристальным взором наш Касипоша поубивал всякую живность и даже гуманоидов Карлов. А Сара лишь глядела на это, подобно Палпатину, и изредка подкидывала свои комментарии. Кстати, стоит обмолвиться о геймплее. Во многом игра напоминает третью Готику с той лишь разницей, что тут всё ощущается лучше. Вернулись прыжки из первых двух частей, а герой более не похож походкой на Тириона Ланнистера. Ныне же он похож на скачущую по лугам эльфийку. А вот боёвка стариной тут и не пахнет. Необходимость дрочить клавиши, чтобы победить противника, отобрали и оставили концепцию третьей части. Но, в отличие от тройки, наши удары чувствуются, а сами движения не выглядят коряво и замедленно. Я считаю это успехом. Отдельного упоминания заслуживает интерфейс. Инвентарь удобен и прост, ровно как и страница персонажа, которая позволяет максимально быстро и просто понять, что мы изучили и что можем изучить. В данный момент наш герой безграмотный ПТУшник. Конечно же я признаю, что очень многого мне не хватает из оригинальных частей, как допустим низкополигональных моделек предметов. Но все же стоит сказать, что буквально все здесь нарисовано лампово, приятно и сочно. Молодцы пираньи. Это огромнейший плюс к общей атмосфере игры. Еще хочу подметить, что то тут, то там мы можем заметить типичные фишечки пираней. Под видом морских грифов нам подсовывают падальщиков, под видом ежиков подсовывают крыс, под видом гарлов подсовывают гоблинов, под видом волков подсовывают волков, а кабаны все так же могут на изичах сломать лицо. Больше отсылочек мы заметим по ходу игры, а пока что возвращаемся к сюжету. Видишь факелы? Тут должны быть люди неподалеку. Правда первым делом вместо местных жителей наши герои обнаруживают заброшенный домик со следами крови и решают, что это идеальная возможность передохнуть и похавать. Смотри, это дом. И вдобавок заброшенный. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Что бы это ни было, мне оно уже не нравится. Пока иудейка сидела на стреме, я попил из бочки и посидел на табуреточке. Люблю, когда в играх есть хоть какая-то интерактивность. Я вот лично до сих пор вспоминаю, как классно было в первой готике зажигать другие факелы своим факелом. Лампово было, а? Я смог открыть сундук в доме. Нашел что-нибудь полезное? Только сковородку. Остальное просто хлам. Ну, по крайней мере, теперь мы можем поджарить мясо. Я бы не отказалась от жареного мяса сейчас. Будем считать, что это говядина. Далее наш лысый шутняроч для женщины пожарил немного пожилой крысятины. Кушай еврейское вайфу. Конечно же, это кошер. А это неплохо. До тех пор, пока не начнешь задумываться, чем оно было при жизни. Теперь же Сара заявляет, мол, она устала. И желает тут передохнуть. Каси-позже же ничего не остается, как скуколдить и сказать ей, окей, я сам пойду дальше и поищу помощь. И он пошел. Эх, а вдвоем было веселее. Например, я хотел бы услышать ее комментарий по поводу огромной моли. Или же таинственного данжа. Он, видимо, один из тех, что в предисловии вылезли из земли. Ребят, это настолько очевидная ловушка, что я наступлю на нее чисто из принципа. О, бухлишко. Так, это типичная игра от пираний. А значит, помимо бухла, нам скоро должны попасться гопники. Косяки с травой, танцующие бабы, несколько фракций для вступления на выбор и могущественные украинские колдуны. Конечно, в плане графона, Reason имеет множество преимуществ перед предыдущими играми. И дело не столько в текстурах, сколько в легких эффектах дымки, тумана, уместного размытия и мягких тенях. В некоторых местах и скриншоты на рабочий стол делай. Молодцы, ребята, молодцы. А тем временем, наш обормот находит еще один домик, в котором его ждал сюрприз. Эй, ты, там! Что ты здесь делаешь? Мое судно пошло на дно, а меня выбросило на берег. Я прятался на корабле. Я прятался на корабле. Господи, какой же ты грязный обмудок, а? Бестолочь алоярская. Я насрал в штаны. Этого челика зовут Ян. И по итогу наш бичара находит с ним общий язык, и даже с его помощью лутает мечик дефолтный. А теперь добавим капельку нашего фирменного юмора. Я нашел шелану. Отлично. Надеюсь, ты знаешь, как его использовать. Слово за слово, и потихоньку собирается мозаика, происходящей вокруг нас картины. Лысая коленка находится на острове невезения, который, к его счастью, обитаем человеками. Все люди живут в Харбортауне, но сам город у Болтасу идти нежелательно, ведь город захвачен поехавшими верунами под приводительством того самого хай-левельного Петровича с корабля. И если наш Косипоша попадется этим религиозным челиком, то они свинтят его и отправят в монастырь, где промоют ему мозги и заставят уверовать в силу фокусов-покусов. Но не спешите пускать слезинки анусом по трагичности ситуации, ибо не все так плохо. Сам Харбортаун можно попасть через задний вход, так как там на стрёме стоят нормальные стражники, верующие только в силу бухла, голых баб, папиросок и белорусских баксов. Если наш Богданчик подкинет им деньгу, то тогда его пропустят в город, где он уже будет спокойно двигаться без повода. Либо же, можно сделать вообще гениальный финт со сками. Изначально до Верунов городом правили нормальные такие мужики под предводительством некого пожилого Дона Гондона. Ныне все эти булдыги самым наглым образом выпизнуты на мороз, а точнее на болото. Но они не горюют, ведь на болотах выскочили из-под земли руины древние, которые очень, кстати, оказались полны золота и дорогих артефактов. Так что теперь Дон сидит на куче золота и набирает мощь, чтобы одним кулаком отпружинить верунам промежших отожранных на когоре глазок. Ну и вот теперь у Лысого из Призенбряка есть три варианта бытия. Пойти в Харбортаун, пойти в лагерь к Дону или же получить отряженных палкой промеж глаз и быть призванным на службу Крижне. Лично я считаю, что ничего не считаю, ибо не знаю точно, кто тут прав, а кто там лев. Поэтому думаю, что сначала надо бы узнать, кто из этих сторон конфликта больше нам подходит. Пойти исследовать монастырь не можем, так как нашего кретина там буквально запрут, поэтому начнем с лагеря мужиков. Именно туда и следует держать путь. Но перед отправкой туда хочу вам кое-какие приятности показать интересные, куда же без них. Например, наш Богданчик может попросить мужика позаботиться о Саре, но мало кто знает, что после этого можно вернуться к ней и лично поведать за нынешние положники. А вот и ты. Да, мне удалось осмотреть окрестности. И что ты обнаружил? На этом острове есть люди, но похоже, что они живут по своим собственным законам. Но тут вокруг происходят вещи, которые я не могу до конца осознать. У меня создалось впечатление, что это странное место. Спасибо за информацию. Думаю, что я пока останусь тут. Я сейчас не в состоянии иметь дело с людьми, а в особенности с Инквизицией. Мы еще увидим ее, а пока что идем изучать окрестности дальше. В Ризен разрабы, кстати, ненароком оставили отсылку на ферму Лабарта. Тут тоже есть ферма на пути в город, только работают там очень дружелюбные монастырские работяги. Ты с ума сошел? Прогуливаться тут вот так. Как ты думаешь, что случится, если тебя поймает Инквизиция? А? Сам их позовешь. Слушай, я тебя не выдам. Но воины Ордена часто заходят сюда, чтобы проверить, как идут дела. Так что просто предупреждаю, будь осторожнее. Мы даже на этой ферме можем поработать, но вместо репа нас заставят собирать зерно. Вот тебе десять созревших растений. Спасибо. Если бы не ты, у меня были бы страшные неприятности. Пожалуй, именно из-за такой доброжелательности я кое о чем задумался. Во многом, Лизан, это буквально копирка первых двух готик с примесью тройки. Но одно достаточно крупное отличие все-таки имеется. В оригинальных двух готиках к нам в начале игры все относились как к говну, а тут же многие добрые и теплые люди. Прям как из паст про то, что было при Сталине. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Добро пожаловать, чужеземец. Что привело тебя на наш несчастный остров? Прибой. Я выжил в кораблекрушении. Что ж, не знаю даже, можно ли назвать это везением. Этого деда зовут Тристан, и он главный на этой ферме. С его слов, нам становится более понятным бытьем в монастыре, а именно, наш косижопа может пройти путь обучения воина света, который посохом будет всем по макушке стукать во имя полумесяца либо же может исхитриться и пойти в маги монастырские вот конкретно к ним попасть можно буквально по блату в общем главный посыл добрых ребят в том что люди дона гандона те еще разбойники продажные а на стороне верунов светлое бытие и знания а знания они ведь важны по жизни как говорится ученье свет они ученье чуть цветы на работу как мы видим ребята на фирме не особо учились патри ушники церковные за такую замечательную инфу наш герой помогает работягам убить волков жрущих по ночам милых парусят а нас же за это на всякий случай уберегают от опасности и я должен тебя предупредить на ферме есть воин ордена и что так что тебе сюда нельзя в общем если он тебя увидит то отправит прямиком в монастырь и какие будут предложения придется подождать пока он не уйдет иди за мной и не шуми спрячешься в кладовой там есть кровать отдохни воин провалит через пару часов ясно блин я конечно же скучаю по говнистым людям из первых двух готик но такое отношение тоже медовой кисточкой по сердцу мажет эх балдеж здесь воин ордена на твоем месте я бы спрятался не хватает нам ребята доброты ладно теперь думаю стоит отправиться в лагерь дона благо самим путь искать не придется ведь нашу в булдыгу может довести ян который от души одобряет наш выбор ладно оказывай дорогу к вашему лагерю правильная мысль а еще заодно по пути дает нам понять что походу вскочившую руины очень сильно привлекают все внимание со стороны монастырских если у тебя есть мозги ты туда не станешь соваться иначе мигом схватят и окажешься в монастыре ты хочешь быть рабом или свободным человеком а что то ты заладил все одно и то же ой ну прости твоя правда ты сам себе хозяин делай что хочешь вот надо этому кретину вечно что-нибудь эдакое ляпнуть хорошо что я не злится на нашего дебила и доводит его до бандитских болот а это чё тип настолько что довели до бандитского петербурга если пойдешь дальше на север по тропе попадешь в наш лагерь остерегайся охотников эти жалкие лентяи все время стараются свою работу на кого-нибудь еще свалить спасибо за помощь тебе и так досталось так что чуточку доброты ты заслужил уверен мы еще увидимся удачи тебе простите но не за шутку а за то что мы пришли на болото но вот что было дальше вы узнаете в следующем ролике первая серия история про risen была познавательной и во многом я больше хотел чтобы многие зрители сделали себя какие-то выводы и допустим запустили бы игру сами я прекрасно помню что подобное было с классическими роликами про готику где люди после роликов начинали проходить сами и пытались меня обогнать по прохождению чтобы успеть узнать самим без спойлеров про что там игра на самом деле я же свою очередь хочу поблагодарить вас за просмотр данного ролика понимаю что многим показать что сам risen это уже совсем не то и та же готика была в разы лучше да у многих есть теплые воспоминания связанные с хоринисом лагерем под куполом лотаром и прочим однако я же свою очередь могу лишь попросить вас поверить мне данная серия ничуть не хуже оригинала а в чем-то даже лучше до скорых встреч мои дорогие друзья увидимся скоро а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok